Всем доброе утро! Меня зовут Саша Сетобелачик, я HR-директор поддержки клиентов. Сегодня я вам расскажу о нашей HR-стратегии, но сначала пару слов о контактном центре. Каждый день мы обрабатываем около 15 тысяч обращений клиентов из России и Казахстана. Мы отвечаем на горячие линии, почте, в соцсетях, отвечаем на отзывы из мобильного приложения. В нашей команде примерно 250 человек, которые работают на дому удаленно из 130 городов. Кстати, мы первый в России полностью распределенный контактный центр. В не первый год мы входим в топ-4 среди контактных центров СНГ по уровню удовлетворенности работой. Такие исследования проводит компания «Апексберг». В 2018 году получили «Крустальную гарнитуру» как лучшее место для работы. Сами наши сотрудники выделяют по результатам исследований следующие конкурентные условия. Это то, что у нас крутая команда, приятная атмосфера. Это удаленная работа, гибкий график. Они гордятся тем, что оказывают высокий уровень сервиса нашим клиентам. Высокий уровень доверия тоже одна из классных причин работать в нашей компании. Они доверяют людям, команде, руководителям и компании в целом. Но на самом-то деле все не так здорово, как может показаться на первый взгляд. В марте этого года у нас стала сильно возрастать текучесть. И буквально сейчас она в два раза превысила норму. Каждый месяц от нас уходит порядка 30 человек. И мы можем быть сколько угодно крутыми, выигрывать какие-то конкурсы. И у нас могут быть классные результаты по внутренним исследованиям. Но все-таки если люди уходят, значит мы делаем что-то не так. И чтобы разобраться в этом, как раз понадобилась HR-стратегия. На самом деле наша культура, она сильно зависит от развития бизнеса. И меняются отношения к людям, меняются требования к ним. Ну, например, первые пять лет мы были таким достаточно типичным контактным центром со скриптами. Допустим, Петр, извините за заставленное неудобство. К сожалению, у нас нет такой технической возможности. Давайте составим заявку и в течение суток с вами решить проблему управляющей пиццерией. И не буквально на каждое слово клиента у нас были свои скрипты. Мы прослушивали звонки операторов и оценивали их по контрольному листу наблюдения КВН. Смотрели, соблюдают ли человек очередность фраз. Смотрели за его интонацией, и КВН и КПА были привязаны к зарплате. Но вместе с тем у нас была достаточно мягкая семейная атмосфера, Dodo Family, как мы говорили. Буквально все от руководителей до операторов достаточно тесно общались. У нас был небольшой штат. И между звонками мы устраивали какие-то конкурсы, у нас были тематические дни. Мы достаточно мягко давали обратную связь, боялись обидеть, наверное, задеть человека. И была такая атмосфера семейная. Мы многое прощали, и прежде всего для нас были главные люди. Но все менялось. Сначала мы отказались от скриптов. Мы дали свободу людям. Мы отменили КПА, привязку КПА к зарплате. Мы стали ориентироваться на клиента. Клиент стал выше процессов. Мы дали возможность людям самим решать, чем помочь клиенту. Мы ориентировались только на принципах заботы о нем. Вместе с этим мы ожидали от людей, что они как раз станут более ответственными, более профессиональными. А когда у нас появилась скоринговая модель компенсаций, то есть когда мы уже стали выдавать промокоды, стали сами решать проблемы клиентов, не передавая это управляющему, требования еще сильнее возросли. И мы нанимаем сейчас только лучших людей. И у нас сформировалось такое комьюнити-персонал. Но на самом-то деле мы не хотим стать одной из тех вот больших корпораций, для которых люди – это просто ресурс. И поэтому мы хотим вернуть такой баланс, удерживать высокий уровень сервиса, но вернуться к той концепции, что главное – это наши люди. И для этого понадобилась HR-стратегия. Мы провели ряд исследований и выявили точные причины нашей высокой текучести. Первое – это уровень зарплаты, отсутствие бонусов. И здесь надо признать, что мы проспали тот момент, когда на рынке повысили зарплаты, и сейчас мы отстаем примерно на 6%. Второй момент – это какие-то неполадки. Это очень сильно отражается на людях, когда ломаются даже борды, когда есть какие-то ограничения в системе ДОДОИС. Ну, допустим, мы долгое время не могли реализовать в системе приема заказов комбо-наборы, и ребятам приходилось вручную добавлять все писы, и для каждого комбо была отдельная акция, отдельный промокод, который нужно было знать. И это занимало очень много времени и приносило стресс. Третий момент – это высокая нагрузка, и здесь мы попали в замкнутый круг, потому что чем выше нагрузка, тем больше уходят люди, и тем больше людей уходят, тем сильнее возрастает нагрузка. Мало общения, мало поддержки. Здесь как раз то, о чем я рассказывала, что штат вырос, повысились требования к людям, и, к сожалению, сейчас мы не можем уделять столько внимания и времени, сколько мы уделяли раньше. И последнее – это то, что работа бывает недостаточно интересной, разнообразной, особенно на первой линии, и много стресса после общения со сложными клиентами. И наша миссия, миссия HR направления – это создать сплоченную команду, которая хочет помогать клиентам, и условия, в которых каждый кайфует от работы. Представьте, мы на работе проводим треть своей жизни, и я не хочу, чтобы люди выбирали между тем, чтобы хорошо зарабатывать, но терпеть неинтересную работу, заниматься нелюбимым делом. Или наоборот, работать ради идеи, но при этом ограничивать себя в каких-то условиях. Но, казалось бы, мы можем просто снизить нагрузку, нанять больше людей, повысить всем зарплату, но мы должны соблюдать баланс, баланс между нашими партнерами, нашими клиентами. Что я имею в виду? Ну, например, если мы сейчас всем сильно повысим зарплату, то неизбежно нам придется поднять цены на тарифы для партнеров. Или, например, если мы цены не поднимем, будем платить хорошо, но уменьшим количество людей в штате, то это скажется наших клиентов, им будет сложнее дозвониться в наш контактный центр, снизится уровень обслуживания. Как мы все-таки выходим из этой ситуации? Что мы уже сделали? Мы все-таки проработали зарплатный проект, мы проанализировали рынок, мы выделили зарплатные грейды, и уже сейчас согласовали первые изменения в зарплатном плате. Второй момент, чтобы снизить нагрузку, мы вывели на линию аутсорс, чтобы людям было проще работать, чтобы не было больших очередей на линии. Третий момент, это мы научили наших менеджеров поддерживать сотрудников, сотрудников, и каждый теперь может позвонить, выпустить свои эмоции после тяжелого звонка, и менеджер выслушает, и поможет направить эти эмоции в конструктивное русло. Новости. Мы каждый день регулярно рассказываем открыто нашим сотрудникам о ситуации, какой у нас сейчас уровень доступности, какие есть проблемы, как мы их решаем, что мы планируем сделать. И у них есть возможность комментировать, мы отвечаем на вопросы, и каждый день держим связь. Мы выпустили гайды по селф-менеджменту, рассказываем о том, как работать в кайф, как развиваться в кайф нашей компании, какие у людей есть возможности, чего мы от них ожидаем. И еще из интересного, мы из наших специалистов выделили команду редакторов, которые выпускают каждый месяц корпоративный журнал, где рассказывают новости поддержки клиентов, корпоративные мы проводим там, розыгрыши, конкурсы с призами и так далее. Что планируем на третий квартал? Мы хотим доработать зарплатный проект, чтобы не просто повысить зарплату, а чтобы люди знали, какие критерии есть для повышения зарплаты, как часто она повышается, почему они зарабатывают ровно столько, и что можно сделать для того, чтобы получать больше. Следующим шагом мы хотим разбить нашу команду на мини-группы, потому что сейчас, допустим, у нас около 150 операторов, но у них нет лидера. У них есть команда тренеров, команда руководителей, команда менеджеров контроля качества, или какого-то одного человека, которому можно подойти и решить какую-то проблему. И мы хотим нанять тем лидов, обучить их и вернуть такую больше персонализированную работу. Мы хотим давать регулярно фидбэк, а не только тогда, когда что-то пошло не так. Мы хотим индивидуально прорабатывать показатели, поддерживать команду. Мы верим, что вот этот шаг действительно может сильно сократить нашу текучесть. И третий такой крупный проект — это амбассадоры поддержки клиентов. Этот подобный проект очень успешно реализован в наших пиццериях, и мы хотим в поддержке клиентов сделать что-то подобное, создать команду вовлеченных людей, которые будут поддерживать всех остальных. У нас есть ребята, которые хотят проводить онлайн-корпоративы, устраивать конкурсы наподобие Тайного Санта, меняться книгами, посылками и так далее. Здесь очень много идей есть уже от самих ребят, и мы хотим дать эту возможность, это все реализовать. И что же хотела сказать в конце выступления? В том, что без стратегии точно мы латали дыры, и очень важно все-таки посмотреть на свои долгосрочные планы, посмотреть, каким целям вы стремитесь, и все-таки продумать какой-то краткосрочный план и решения, которые в долгосрочной перспективе принесут вам успех. Я надеюсь, что вам было интересно, и если у вас остались вопросы, пишите мне в слэке. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok